Включу запись, эфир на Хабадатург пошел. Всем привет, кто смотрит эту лекцию и конференцию Zoom из нашей общины, кто там участвует, всех рад видеть. И также, кто присоединился на странице Хабадатру на Facebook в прямом вещании, сразу немножко о технике безопасности. Те, кто на конференции Zoom, у вас есть файл с необходимыми материалами, которых сегодня сразу предупреждаю много, которые мы будем использовать в нашей лекции, а те, кто на Хабадатург, вам приходится слушать и мой перевод, и их чтение в оригинале. И если у вас возникают вопросы, как и на конференции Zoom, так и на странице Хабадатру, пожалуйста, оставляйте комментарии в чате, я после окончания лекции с удовольствием на них отвечу, а те, кто еще участвует в конференции Zoom, я включу потом микрофон, и вы сможете задать ваши вопросы. Итак, как мы часто делаем сегодняшнюю лекцию, мы посвящаем, в первую очередь, Рифа Шлема Яэльбас Хана Эстер, быстрое выздоровление. Также есть еще несколько человек, за которые хотелось бы посвятить им слова Торы, чтобы как можно быстрее поправились. В данном случае это уже больные, не дай бог, короной. Это Рабин, который был Рабином много лет, был в школе Сайной Академии, в которой я преподавал также много лет, Раб Силберберг, который в тяжелом состоянии, и один основатель тоже школы Сайной Академии, Рабно Хендик, пусть им будет Рифа Шлема. А также еще из объявлений Лейлу Нишмат, великого человека, большого праздника Рабабра Моромия Койна, Мойля, которого многие не понаслышке из нашей общины хорошо знают, который ушел, опять же, из-за этого вируса, который нас здесь настигает мимильными шагами в прошедший вторник, если я не ошибаюсь, в возрасте 92-х лет, ЕС и Храба Рух, пусть слова Торы, которые мы сегодня скажем, пойдут на то, чтобы его душа поднялась еще выше, и его заслуги распространятся на нас также. Ну и, конечно, из хороших новостей я хочу поздравить Лёву, у которого день рождения на этой неделе, который смотрит, участвует в этой лекции на конференции Zoom, и мы обязательно после окончания обещания, чтобы это не делать в прямом эфире, скажем, лыхая. Итак, давайте начнем. У нас новая книга, к сожалению, мы это делаем в виртуальном режиме, книга «Воикра», но ничто нас не заставит не изучать Тору, как обычно, по четвергам в 8.30 в нашем центре, в центре «Нафлазайн», уже много лет мы собираемся на лекцию в понедельной главе, и жизнь продолжается, Тора продолжается, и несмотря на то, что мы делаем это виртуально, новая книга начинается. Книга «Воикра», которая особняком стоит во всей Торе. Некоторые даже говорят, что всю Тору можно разделить на «До Воикра» и «После Воикра», на «Брешит и Шмот», да, там истории, рассказики и так далее, и «Бемидвар и Дворим» тоже, в общем-то, истории, рассказики в книге «Бемидвар», какие-то сюжеты, и дальше это респективный показ «Последние 37 жизни» Моше Робейна, это респективный показ всего, что было. Книга «Воикра», в ней я сейчас не могу, наверняка точно не вспомню, но больше трети, больше 200 чем-то заповедей упоминается только в самой книге «Воикра», то есть это больше трети всех заповедей, это 100% abnormal distribution, если говорить о всех пяти книг Торы, книги «Воикра» упоминаются больше всего заповедей. И да, там упоминаются и заповеди, которые имеют непосредственное отношение к нашей жизни на сегодняшний день тоже, но я уверен, что вы все со мной согласитесь, что основное количество заповедей, которые упоминаются в книге «Воикра», ну совершенно к нам с вами нерелевантно, на данный момент, по крайней мере, в прямом смысле этого слова, хотя у нас было много лекций, как они проявляются в нашем служении сегодня, это, конечно, все, что связано с подношениями в храме. Я очень люблю говорить слово «жертвоприношение», потому что в общественском понимании жертвоприношение обычно ассоциируется с человеческими жертвоприношениями. Нет, не дай бог, у нас это категорически запрещено, хотя этого вопроса мы чуть-чуть сегодня тоже коснемся, идет речь о подношении животных. Этим и открывается наша недельная глава, и открывается книга, у которых есть материалы, которые стоят в чате, вы можете их открыть, и мы читаем первый отрывок. Так и начинается книжка, это так обращается буквально на «ты», Всевышний мой, Шарабейну, в этом заключается все наше служение. Говори сыновьям в Израиле и скажи им, человек, который принесет от себя подношение Всевышнему из животного, или мелко рогатого, или крупно рогатого животного из своего, так сказать, фермерского хозяйства, принесете подношение. И это нам открывает все, о чем практически на 90% говорит книга «Воикра» о жертвоприношении, о подношении. И сегодня вопрос, который я хотел бы обсудить, который мы частично в некоторых наших лекциях касались, и будет некоторое повторение, по крайней мере, из одной лекции, которую мы с вами обсуждали много-много лет назад, связанной с подношениями и вообще понятие наше отношение к мясоедству и к вегетарианству одновременно, ну, кама, нету. Понятно, что у евреев, мы объясним, сегодня не столь принято вегетарианство. Хотя многие мудрецы, даже сегодня некоторые раввины считают, что нужно стать вегетарианцами, потому что то, как сегодня на фермах и на этих мошхитотах, на этот слорахаус относится к животным, это царба лейхаим, это вред, который приносит животное, это страдания, которые приносит животное, поэтому лучше мясо вообще не кушать. Но мы, конечно же, кушаем мясо. Но более толерантной к животным религии чинутаинс вы не найдете. Я понимаю, что это немножко влючит странно, и это именно эту странность я хотел бы сегодня обсудить, если я приведу вам примеры не только какие-то рассказы, а из законодательства, из философских всяких подходов, где отношение к животным ставится просто во главу угла, при этом тогда непонятно, целая книга Торы. Книга, с которой начинают дети изучения Торы в Хейдере. Книга, которая приведена больше всего заповеди. Книга, которая является центральной, две, в начале, две в конце и третья посередине, посвящена полностью подношениям. Почему этому так уделяется внимание? Как это нам сочетать с тем, как я сейчас вам процитирую, если вы об этом не знали, как иудаизм очень трепетно относится к животным. Во-первых, у нас есть простой закон, закон, связанный с шаббасом в первую очередь. И не только шаббасом, на самом деле, с праздниками вообще. Приводится он Шуха Норок. Я процитирую здесь Шуха Норок Алта Ребе, основатель движения Хаббат, который написал адаптацию, так сказать, еврейского законодательства к хасидскому образу жизни по поручению своего учителя Магида. Второй отрывок, у кого есть материалы. Запрещено человеку садиться кушать до того, как он покормит свое животное, как сказано. И дашь корм в поле своему животному, а потом будет вкус, насыщешься и благословишь, как говорится. То есть, приоритет того, что нужно позаботиться о своем животном, мы видим в этом просто законодательство в том, что сначала ты заботишься о животном, а потом заботишься о себе. Кормишь сначала о животном, а потом о себе. Как же это только усиливает нам вопрос, а как же подношение? Просто для того, чтобы привести пример с этими подношениями, я хочу усилить этот вопрос. Корбан на иврите, то, что мы сейчас читаем, происходит от слова «le carré» — «приближать». Вся идея сюжетного приношения — это приближение ко Всевышнему. Извините, пожалуйста, что это за такой у нас Бог, которому нужно, чтобы мы резали несчастных голубей, птичек, барашков, ягнят, быков и так далее, для того, чтобы приблизиться к нему? Для нас сегодня, понятно, что наш иудаизм сегодня категорически отличается от того иудаизма, который был во времена храма. Сегодня центральное место именно храма уже 2000 лет не присутствует, но тогда Тора все равно должна быть универсальна. Как же так мы сочетаем вот это кровопролитие, в прямом смысле кровопролитие, которое было в храме, с тем, что мы сначала должны покормить животное, а потом, а потом только покушать сами. Или как, ну, тут можно, конечно, сказать, что мы его откармливаем, или как я недавно прочел афоризм о том, что мы все, конечно же, сидим возле холодильников на нашем карантине. И кто-то сказал, что если поставить продавать билеты за подход к холодильнику, то мы станем просто миллионерами каждого у себя дома, но, как говорится, нас точно для чего-то откармливают. Потому что сколько, столько, сколько мы кушаем на карантине, это просто невозможно вообразить. Но в любом случае, есть такой пример, относится в данном случае к действительно Коцки-Роу, хотя часто, когда Равин хочет привести какую-то историю, интересную историю, не знает, кто эту историю рассказал и откуда этот пример, говорится, что это Коцки-Роу. В данном случае это конкретно Коцки-Роу. Рассказывает Равинах Мендал из Коцка. Он рассказывает, основанно на цитате из Талмуда, что был один человек, жил в Галилее, далеко от Иерусалима, ему сложно было ходить в храм, приносить подношения, а мы знаем, что у нас есть не просто повинные жертвы, когда мы там греко-очистительные жертвы, у нас есть просто жертвы с благодарностью. Именно этим мы приближаемся ко Всевышнему, мы освобождаемся от ошибочного нарушения, подносим жертву. Мы хотим сказать спасибо за то, что у нас все в порядке, приносим жертву. Реально, это то, как мы говорим Всевышнему спасибо. Я просто постоянно пытаюсь усилить этот вопрос. Так вот, рассказал Коцки-Роу, жил один еврей в Галилее, ему было далеко идти в храм, он не ходил в храм, понятно, что он хотел прийти, но не сложилось, хозяйство, работа и так далее. И вот он уже вышел на пенсию и решил отправиться в храм принести жертву. Взял бычка из своего хозяйства и пошел из Галилеи в Иерусалим. Пока он дошел, таща за собой этого бычка, пришел, приходит он в храм, ожидая сейчас, вау, вот он всю свою жизнь хотел прийти в храм, увидит, заходит он туда, что он видит. Пришел он на праздник Суккот, когда 70 быков режутся в праздник Суккот. Мы к этому еще сегодня вернемся. Реки Крови, просто страшно, что там происходит. Хотя, да, там говорит Перкеовод, что были чудеса, что ни одна муха не залетала, и запаха не было и так далее. Мы об этом с вами говорили, о том, что такое Кторет, Кторет, вся идея была, рамбам, присуща себе логике, которой мы сегодня, рационализация заповеди Тора, которую мы сегодня обязательно вернемся и говорим, что вся идея Кторет, она была в том, чтобы заглушить этот запах животных, который у нас был. Кроме того, вспомните Иерусалим, там не холодно, в Суккот там вообще еще жара. Представляете вообще, что там происходило? Заходит этот еврей, который всю свою жизнь ждал прийти в храм в ожидании чего-то возвышенного, говорит, послушай, всяких слотрах, этих самых мясокомбинатов у меня в Галилее тоже хватает. Зачем было сюда идти? Это только усиливает наш вопрос. А зачем вообще по отношению? Тем более, когда мы говорим, я еще приведу примеры о нашем трепетном отношении к животным. Не только то, что мы должны животное сначала покормить, а потом покушать сами. Есть такая, есть еще, я приведу еще одну цитату из Шулхонорха, уже большого Шулхонорха, Шулхоноробе Йосифкара, но в данном случае это цитата из Раморы, Моисарисовича, это шкенадские добавления к Шулхонорху, Шкенадскому Шулхонорху Йосифкара. Есть традиция о том, что когда кто-то покупает новую вещь, или там новый дом, новую машину и так далее, ему говорят титхадэш. Вот тебе, в простом по простому смыслу с обновкой. Посмотрите, какую потрясающую вещь говорит Рамон. Если вы следите по тексту, то это третий отрывок. Есть традиция сказать каждому, кто одевает новую одежду. Получая от него удовольствие, тебя с обновкой. Есть такие, которые говорят, что нельзя говорить титхадэш, что тебя с обновкой. Обувь и одежду, которая делается из кожи животного. Почему? Что нужно было животное убить для титхила. Что для того, чтобы у человека была новая одежда. Не живого животного. Животное должно было отдать свою жизнь для того, чтобы у тебя была турецкая кожаная куртка или классные чоботы из кожи, я не знаю, свиньи. И там в случае не разделяется, это кошерное животное или не кошерное животное. По-любому, если говорит Рамо, что есть такие, которые говорят, что если ты покупаешь новую одежду из кожи, а давайте поймем, что тогда это было достаточно дорого, даже сегодня это достаточно дорого, то ты не имеешь права получать поздравления с обновкой и другому человеку, который пришел в новых туфлях в синагогу, тоже не можешь говорить с обновкой, если оно сделано из кожи. Почему? Он говорит, что объяснение слабовато, чтобы не говорить и там нет, не кажется, что это правильное объяснение, но в любом случае очень за этим следят, чтобы не говорить с обновкой на кожаную одежду. Почему? Потому что ради того, чтобы у тебя была кожаная одежда, для этого кого-то, другую животную, другое животное нужно убить. Соответственно, если мы даже не желаем другому человеку с обновкой из-за того, что для этого убивают животного, мы говорим, что вся наша приближение к Всевышнему. Единство Всевышнему в храме достигается тем, что мы приносим жертвы, наши грехи искупляются. Благодарность Всевышнему, которую мы приносим тем, что мы режем быка. Праздники мы празднуем тем, что мы режем на право и на лево животных. Так почему? Где? Где логика, как эти две вещи соотнести вместе? Что даже нельзя пожелать человеку с обновкой, который в новых сандаликах кожаных пришел. Для того, чтобы понять вообще все этот подход, нашего доброго отношения, милостивого отношения к животным, я думаю, что неоднократно у вас возникал вопрос, мне кажется, мы обсуждали даже это на каких-то из наших лекциях, по поводу охоты. Может ли еврей охотиться? Понятно, что еврей не может охотиться, потому что животное, которое ты убиваешь, убивая его выстрелом или там стрелой и так далее, оно не кошерное, оно тарифа, потому что это не кошерное, потому что его нужно кошерное зарезать. Но это, соответственно, ты убиваешь животного просто так. Это настоящий царь Бала и Хаим, это конкретно запрет, поэтому мы не охотимся. Если кто-то задается вопросом о том, а как же бывает есть кошерная оленина, да, кошерную оленину вряд ли кто-то разводит у себя дома в Бекьярте, то действительно то, что делают, охотятся, и у меня есть знакомые, которые этим занимаются, охотятся с воздуха, снимают вертолет, летят куда-то там на Едисей и сетку забрасывают на этих оленей, а потом этим оленям делают шхиту, да, без того, чтобы их убивать. Но, в принципе, охота у нас запрещена. Есть очень красивый ответ Рабихес Келеландо, главного раввина Праги в XVIII веке, величайшего мудреца, в книге, которая называется «Нудаба-Яута», одна из важнейших законодательных книг нового времени, «Захароним» с последним мудрецом, мы говорим сейчас в XVIII веке, ему задали вопрос один человек, который, по-видимому, продал оружие ставства, с ним были друзья, которые охотились, его пригласили на охоту, и он спрашивает у «Нудаба-Яута», можно ли ему пойти на охоту, и «Нудаба-Яута», сейчас вы увидите какую потрясающую вещь, ему говорят, потому что этот человек задает вопрос Рабихес Келеландо не в том, что можно идти охотиться или нет, а он задает вопрос, имеет ли он право идти охотиться ввиду того, что он таким образом может подвергнуть свою жизнь опасности, мало ли какой-то в чешских лесах на него выскочит медведь, я не так хорошо разбираюсь в зоологии чешской богинии, но чувак боится, он спрашивает «Нудаба-Яута», можно ли ему ходить на охоту, что отвечает ему «Нудаба-Яута», после того, как он же ответил, что евреи не имеют право ставить свою жизнь в опасность, он отвечает в следующую вещь. Человек, у которого есть такое богатство и много всего там, даже большие владения, где можно охотиться. У него есть целые леса, который кишит различными дикими животными. Спрашивает он меня, можно ли идти туда охотиться. Что это опасно, да, волков боятся в лес не ходить. После того, как ему отвечают, что нельзя ставить свою жизнь в опасность, говорит «Нудаба-Яута» следующее вещь. Это, кстати, в четвертом отрывке ваших материалов. Мне вообще странно, сам по себе вопрос говорит «Нудаба-Яута». Кого мы знаем в Торе, которого называют «Иш-Цайд»? Охотником. Я думаю, что все прекрасно помнят, никого из наших братьев-евреев охотниками в Торе не называют. Кто у нас охотники? Это Нимрод, который охотится на Абрама и на Лота, кроме того, что охотится на животных. Бебе Исаф. Исаф, так о нем и написано, что он охотник. Более того, когда мы говорим различие, подчеркиваем различие между Эйсовом и Яковом, мы конкретно говорим, Яков, он иштам юшеба-алим, он такой гладенький, добрый, наивный, который сидит в шатрах, а на контрасте с этим, именно нееврейский подход, это Эйсов, который охотник. Это не еврейский путь, так потомки Абрама и Якова не делают, это подход Эйсова. Как может быть такое, что еврей решится убить животное своими вот этими руками без какой-либо на то причины? И тогда у нас возникает логичный вопрос. Если НДБ Иуда, Рабихеский Ланду кричит, а как можно вот этими руками убивать животного, тогда давайте задаем вопрос, вот этими руками, то есть не моими, я не коин, но коина, но я, по идее, с Божьей помощью в ближайшее время, когда будет настроен храм, буду нести подношение в храм, вот этими руками нести на убой животного и коины, которые здесь присутствуют в эфире, они будут вот их этими руками, их резать? Это, где здесь вот это все доброе отношение к животным? Где то, что кричит НДБ Иуда о том, что еврейскими руками убивать животного, ну-ну-ну? И это то, что нам нужно понять, как сочетать целую книгу Торы со всеми этими цитатами, которые я привел, я еще одну приведу, о нашем хорошем и добром, заботливом отношении к животным. И для того, чтобы понять, что-то непонятно, что возникают там вопросы, есть у нас один прихожанин, который постоянно мне компостирует мозги, почему вот евреи не имеют домашних животных. Во-первых, они не имели домашних животных, да, даже написано о том, что в земле Израиля у каждого еврея должна быть собака и есть целая порода овчарок, да, кнаани, выведена именно израильская порода, поэтому домашние животные были, да, вы знаете, я не люблю домашних животных, но так сложилось, что год назад на Хануку они у нас появились, все знают историю, не буду даваться подробностей, попугаи, блин, до сих пор живы, им до 120. Но отношение к животным у евреев действительно должно быть именно трепетное. Есть потрясающая история, которая рассказывается о Рабиуде Анаси, которая очень это иллюстрирует, насколько важно бережно относиться к животным, приводится у вас в пятом отрывке цитата из Гиморы Псохин, я прочту и переведу, да, там рассказывают, что в заслугу поведения Рабиуда Анаси он получил страдания и в заслугу своего же поступка он от этих страданий избравился. О чем идет речь? А в Алидей Маасе Бау с вами пришли из-за его поведения. О чем идет речь? Какая-то история. Дагу Агла, тот ягненок, да, Эгель, по-моему, это ягненок или молодой бычок, я точно не помню, как они на русском все называются. Должны были его зарезать, а Заль убежал и спрятал свою голову под подол одежды, туники Рабиуда Анаси. В Кабахе начал плакать, прямо этот ягненок плачет, прямо вот слышно, как он плачет под платьем Рабиуда Анаси. И Рабиуда над ним не сжалился, и за это ему пришли сурин. Что значит, что он не сжалился? Коменкаторы объясняют о том, что Рабиуда Анаси приподнял подол свое платье и сказал, что ты плачешь? Все там будем, всех зарежут, поэтому иди, иди, посвояйся, и пусть тебя зарежут. Написано, что из-за того, что он не пожалел этого ягненка, который плакал у него под плащом, за это Рабиуда получил самые страшные страдания, и говорится о том, что, комментаторы говорят, что самое тяжелое страдание, которое может получить мужчина, спокойней, самое страшное страдание, которое может получить мужчина, это зубная боль и камни в почве. Так говорится, по-моему, в Геморре Псохе, но так иначе комментируется, что Рабиуда Анаси много лет страдал от этих болезней, и эти страдания у него ушли тоже за его поступки. Какой поступок? Один день убирала в доме жена Рабиуда Анаси у них дома. Я точно не знаю, что это за животное, я думаю, что это какая-то куница, скорее всего, была, может быть, лиса. Я, честно говоря, не уверен, не думаю, что точно знаю, что это за животное. Но, короче, было там какое-то животное, что-то типа куницы, и жена хотела его выкинуть, выместить. Амар Лео Шапкинеу, она говорит, оставь его, не делай ему больно, говорит Рабиуда Анаси своей жене. Из-за того, что Рабиуда Анаси пожалел эту куницу, чтобы ее не шпендинула его жена за это, и жалились над ним, и отменили ему все его страдания. То есть, что мы видим? Рабиуда Анаси, глава Сангедрина, который сто процентов понимает, что такое, сто процентов понимает, что такое жертвоподношение, что такое отношение к животным и так далее, он, из-за того, что, на самом деле, философски отнесся к этому ягненку, типа все там будем, за это ему такие наказания, просто потому, что он его не пожалел и погладил, не кормил, покормил из бутылочки. И снял с себя эти страдания только тем, что он пожалел другое животное. Таким образом, мы видим, что мы здесь находимся в абсолютном тупике. Я повторю еще этот вопрос. Как может быть такое? Что, с одной стороны, мы говорим, сколько, как добро и заботливо мы относимся к животным. До такой степени я приведу просто еще несколько примеров, что мой сын, наш старший сын, хотел когда-то, думал о том, чтобы быть ветеринаром. Проблема быть ветеринаром в региозном евреи в Америке, потому что основной бизнес ветеринара – это кастрация животных и усыпления, что категорически запрещено еврейским законам. И то, что те примеры, которые мы привели о том, как заботливо нужно относиться к животным, что животным сначала нужно покормить, но ни в коем случае нельзя обходиться и вообще не еврейский подход, а вообще какое-то страдание причинять животному. И при этом у нас целая книга, которую мы с вами сегодня начинаем, посвящена о том, как резали и резали, и сжигали, и кушали, и делились, и сжигали полностью, и кушали по частям, и с Божьей помощью в ближайшее время праздник Пейса, пасхальное жертвоприношение, когда целиком зажаривают этого барашка или там ягненка, я не помню точно, как называется на русском, и таким образом празднули праздник Пейса. Как нам все это угощевать? На самом деле нужно задать вопрос еще раньше, а почему вообще можно кушать мясо? Как я вам сказал, что многие мудрецы, точнее бойни считаются, что лучше быть вегетарианцем, потому что то, как относятся к животным на всех этих бойнях, это жутко издевательно с животным, что, как мы только с вами выяснили, запрещено. И тогда возникает вопрос, откуда вообще мы должны кушать мясо, почему мы все не вегетарианцы. И мы когда-то, несколько лет назад, на одной из лекций обсуждали этот вопрос. Этот вопрос впервые из наших мудрецов задает, широко его обсуждает, скажем так, с философской точки зрения, это Рабь Йосип Алба. Рабь Йосип Алба, написавший одну из важнейших книг, еврейских философских книг, Сефара и Карим, жил в Испании перед самым изгнанием евреев из Испании. Честно говоря, большая часть его книги — это его противопоставление Рамбаму, потому что Рабь Йосип Алба был учеником Рабхаздая Крескоса. Рабхаздая Крескоса живет в конце 14 века, в Испании проблемы у евреев начались еще до изгнания евреев из Испании, уже в 14 веке были погромы, и Рабхаздая Крескос, будучи большим фанатом Рамбама, Маймонида, после того, как гибнет его сын в одном из погромов, он становится большим противником Рамбама, и буквально обвиняет Рамбама во всем том, что происходит с испанским еврейством, потому что он пытается все рационализировать, а нужна простая вера в Бога. И ученик Рабхаздая Крескоса в своей книге «Сефара и Карим» пытается, так сказать, адрес вот эти все сомнения и противопоставить себя, свое мнение, мнение своего учителя Рамбаму, и мы увидим, как он противопоставляет в какой-то степени сегодня тоже, но там в третьей части книги «Сефара и Карим» он задается вопросом. О том, что вообще не только убийство животных, а почему вообще, откуда взялось то, что мы должны тушить животных. Я процитирую шестой отрывок, то, что написано в «Сефара и Карим», не буду цифровать полностью, потому что там длиннющая статья по этому поводу написана в «Сефара и Карим». мы объясним, что говорит Рабью Сефар. Кроме того, что в убийстве животных есть горячая жестокость, я дословно переведу, проявление гнева. И плохое воспитывание плохих качеств у человека в том, что без причинно проливать кровь. То есть, некоторых животных, которые мы кушаем, мясо, которое мы кушаем, но порождают в нас тупость и закрытость нашей души. Человек обжора, который кушает мясо, он просто не воспринимает ничего духовного и возвышенного, становится абсолютно грубым человеком, который не чувствителен к каким-то более высоким материям. И хотя вы можете сразу привести здесь аргумент, другую цитату из Талмуда, где говорится, что только три вещи расширяют сознание мужчины для изучения Тора. Это ароматное вино, сочное мясо и красивая женщина. Но в данном случае говорится о том, что убийство животного, да, вы видели, что это шокер? Шокер – это человек крупный, серьезный, коньный, они были большие такие казачьи, это не были утонченные люди. Левиты как раз были скорее более утонченные, а коины, подумайте им, одну ляжку быка, четверть быка махать во все стороны, это были большие такие ширые хлопцы. И это то, что говорит Рабиосипа Алба, что то, что человек, которым много есть мяса, убивает же, проливает кровь, это воспитывает грубость, грубость нашей души. Вы баабурзая, и поэтому… Несмотря на то, что мясо некоторых животных, оно в какой-то степени даже полезно человеку, Всевышний готов бы поступиться тем небольшими положительными качествами, которые есть в поедании мяса. Из-за того негативного влияния, которое поедание мяса может в гораздо большей степени, чем положительное, оказать на человека. И поэтому запретил кушать мясо животных человеку. Вы сложите вопрос. Мы кушаем с тобой курочку на шаббасе, не только курочку. Что имеет в виду Рабиосипа Алба? Рабиосипа Алба имеет в виду то, что идеальное состояние человека – это человек, который не кушает мясо. А когда человек не кушал мясо и находился в полном единстве со Всевышним, это было всего лишь несколько часов, когда Адам решен, первый человек находился в Ганейдене. Он был вегетарианцем. И так оно пошло дальше в человечестве до потопа. И это то, что говорит Рабиосипа Алба, что причин, что лучше человеку не кушать мясо. Поэтому Всевышним запрещают, потому что даже те положительные качества, которые из мяса, они полностью стираются тем негативом, который воспитывается. И давайте процитируем, откуда мы берем, что человек не кушал мясо. Посмотрите, седьмой отрывок. Мы читаем в самом начале книги Берешит и прочтем комментарий рашен к этому. Говорят Зимышним, даю я вам все в самом начале, когда человек из-за творили, говорят все, вы можете прочесть перевод, я приведу бегло и не литературно, о том, что все травки, которые растут из земли, плоды деревьев и так далее, даю вам для того, чтобы вы кушали. И так же это даю животным, чтобы они кушали все, которые ходят по земле или птичка, которая летает в небе, они кушают, они вегетарианцы. Вы задаете вопрос, а что за хищниками? Оставьте этот вопрос, но потом мы, конечно же, к нему еще вернемся. Но объясняет Раша на то, что человеку нигде не говорится, что человеку запрещено кушать животных, но объясняет Раша, посмотрите, в следующем отрывке, это отрывок у вас номер 8 и у меня тоже, говорит Раша, комментирует на это предложение, что вы будете кушать плоды земли и деревьев, все, кто живут на земле, и животные тоже, животные и дикие животные, они одинаковы в еде, в пропитании. И поэтому запрещает человеку Всевышний убивать животных и кушать его мясо. Ах, как и животные, человек будет вегетарианцем и кушать только то, что растет из земли. Когда пришли сыновья Ноаха, после потопа нам разрешили кушать мясо. Как и плоды земли и деревьев, разрешаю я вам кушать, как разрешил тогда кушать плоды деревьев первому человеку, соответственно, только после потопа нам было дано разрешение кушать мясо. До потопа человек был вегетарианцем. И тут возникает вопрос. Если весь потоп был для того, чтобы своего рода перезапустить, сделать ребут всему мирозданию, и для того, когда мы изучили об этом с вами, о том, что когда Ноах выходит из ковчега, он сажает виноградник, потому что мы объясняли это, что он считает, что это плод для его познания, что теперь это будет мощно, что мы вернулись в состояние гоноиды, где человек не кушал мясо и был в идеальном, максимально близости со Всевышним. То почему же тогда Ноаху сразу разрешается кушать животных? Объяснение, которое дает Рабиосип Алба, оно очень философское, как и сам Рабиосип Алба, величайший еврейский философ, если такое вообще существует. Он говорит следующую вещь. Почему пришел потоп? Я процитирую то, что говорит Рабиосип Алба, не проводил там целая глава это объяснять. Посмотрите 9-й отрыв. И вся земля стала развращенной и наполнилась она воровством, в общем, всяким вайлом, всяким насилием. И для того, что она наполнилась насилием, поэтому присылается потоп, и тогда мы можем сказать, что сразу после потопа Всевышний говорил, что нереально удержать человека от этого насилия, если он не будет кушать мясо. И поэтому сразу нам говорится, после того, как Ноах приносит подношение, мы к ним, конечно, сейчас вернемся. То, что привел нам Аши, приводит полностью цитата, я привожу это полностью в 10-м отрывке, что после этого нам разрешается кушать животных точно так же, как было разрешено Адаму, кушать плоды земли. Для чего? Для того, чтобы, так сказать, подавить, купировать ту страсть к агрессии, которая есть в человеке. То, что объясняет Рабь Иосиф Альбов, что причина потопа была в том, что человеку некуда было выпустить свою агрессию. И поэтому это перешло в разбрат, в жестокость, в насилие и так далее. Всевышний, когда ее ног выходит из ковчега, что Ноах делает, мы к этому, конечно, придем, он подносит, он впервые делает подношение, подношение к животным. Говорится, что это был добрый запах Всевышнего. Мы к этому, конечно же, вернемся, и Всевышний понимает, что людям нужно дать сублимацию. Сублимацию той агрессии, которая у нас заложена. И кушать мясо, и режеть животных для того, чтобы кушать мясо, это и есть данная сублимация. Донасака Барбанель объясняет таким образом, почему нам да, разрешили кушать определенных животных. Посмотрите, 11 отрывок. Пишет Барбанель, еще комментирует книги Шмот на главу Трума, до получения Торы. А Марка тоже вухла Муше. Сказал Всевышний Муше. Когда нам дается перепелок, который мы потребовали, потому что надоело кушать Марка. Говорит Всевышний Муше, кушать мясо не обязательно. Первый человек был сотворен так, что мясо кушать, но он не кушал. Вушелад золелет ве милуй ме айм ве тавад гуверн. Что то, что кушать мясо, это набивать свой желудок, свой желудок и возбуждать в себе еще страсть к этому обжорству. И кушать мясо, чувствовать его на своих зубах. Гамши абасар мулит ве адам дам из дуни бах зари. И кушать мясо порождает в человеке кровь, которая наполняет его и приводит к жестокости и безрассудству. И поэтому мы видим, что хищные животные и птицы, они из-за того, что они кушают животных, они питаются мясом других животных, они такие жестокие и нехорошие. И нам их запрещено кушать. А домашний скот, мелкий, крупный скот и птички, и большие там быки и так далее, и голуби, которые очень распространены в северо-африканско-ибрейской кухне, которые кушают всякие плоды земли, травку и так далее, нехищные, в них нету этой жестокости и греха, который человек может воспринимать. Соответственно, это дополняет нам комментарий Виосифа Алба, который говорит о том, что после ног нам было разрешено кушать животных для того, чтобы купировать, подоблять и, собственно, сублимировать свою агрессию на том, что мы кушаем мясо. Много едона барбане, только те животные, которые сами по себе, они не жестокие, хищные животные нам поэтому запрещены, а добрых курочек покушать, ну ничего страшного, это наоборот, это становится частью нашей плоти и крови, и поэтому, как курочка, она добрая и кушает там свои зернышки, точно и так же мы будем добрыми и кушать зернышки. Нет, кушать тоже курочку, которая кушает зернышки, к этому мы обязательно сегодня придем. И все это объясняет, почему нам было разрешено кушать мясо, но парадокс заключается в том, что Всевышний разрешил нам кушать мясо не потому, что мы сказали, что мы хотим мясо, как это было, то, что комментирует Дону Барбане с перепелами, потому что нам нужно мясо, и Всевышний говорит, окей, хорошо, пусть хотя бы перепелов кушат, а не крокодилов. А дело это говорит, что это основывается на том, что если вы посмотрите 12-й отрывок, это было потому, что первое, что делает Ноа, когда выходит, что он делает? Смотрим 12-й отрывок. Построил Ноа, жертвенник Всевышнему и принес жертву всех чистых животных, которые, как вы помните, взял не пари по паре, а всех чистых животных, кошерных имеется в виду, взял 7 штук для того, чтобы принести потом подношение. И что, как реагирует на это Всевышний. Вот это самое странное, что есть во всей этой истории. И услышал Всевышний, унюкал Всевышний этот приятнейший запах. И говорит Всевышний в своем сердце, образно говоря, конечно, больше не буду я проклинать эту землю за то, что делает человек, потому что в сердце человек всегда зол со своей молодостью, и не буду я больше наказывать всех, как это я сделал до того. Что он говорит здесь нам? В первую очередь он говорит, что если Ноа, как благодарность Всевышнему, не Всевышний этот придумал, а Ноа это придумал, человек придумал благодарность Всевышнему принести животных, он говорит, мамочки, что мы хотели сделать? Мы хотели вернуться в состояние райского сада, где все будет хорошо, а что делает Ноа? Он ничего не понял. Он вместо того, чтобы собрать букет ромашек, он режет огромное количество животных и сжигает их до тла. Поэтому говорит все, я понял. Бесполезно исправить человека, сердцем все равно зол, поэтому лучше я им разрешу кушать животных, тех, которых нету жестокости, не хищных животных, что может быть на этом не будут сублимировать свою жестокость, но каким-то образом эта добрая и отзывчивая курочка приведет к доброму и отзывчивому человеку, который ее слушает. И то же самое, мы когда-то, когда учили эту тему более подробно на одной из лекций, цитировали Рене Жерарда с современным американским, на самом деле, русским происхождением философа, который в своей книжке «Вауэлэнзи Сакэ», он говорит, абсолютно ту же самую вещь. Вся идея подношений — это подавление жестокости. Я прочту кусочек, взял эту идею, сам эту книжку не читал, взял эту идею у Равзиона Тонсакса, который приводит именно эту цитату, и прочту ее на английском, надеюсь, всем понятно. «Internal violence — внутренняя жестокость, внутренняя потребность к насилию». «All the dimensions, rivalries, jealousies and quarrels within the community, that the sacrifices are designed to suppress». Все аспекты соревнования, противостояния, зависти, споров и руганий, которые находятся внутри общины, жертвоприношения призваны для того, чтобы это подавить, для того, чтобы это купировать, это уничтожить невозможно. Но тем самым мы сублимируем, и тем самым не проявляем свою жестокость, а жертвоприношение — это то, что нас это подавляет. «The purpose of the sacrifice is to restore harmony to the community». Назначение подношений, жертвоприношений говорит не только о еврейских, но говорит, во всех культурах были жертвоприношения, в том, чтобы установить гармонию в общине, to reinforce the social fabric, everything else derives from that, для того, чтобы у стакани, так сказать, социальные отношения внутри общины. Что имеется в виду? Если два человека поругались между собой, они могут один убить одного, другой убить другого, это будет продолжаться во всех поколениях, это никогда не заканчивается. Вместо этого была придумана замечательная штука. Давайте они вместе принесут подношения. Кровь, огонь и так далее. Визуально посублимируется их агрессия, но и при этом это такая мир-дружба, мирное подношение, и все хорошо. Но все это объясняет, по крайней мере, откуда взялись подношения, откуда взялись то, что мы кушаем мясо, но вопрос о том, что курочку все равно жалко, бычка все равно жалко, рабью да анасив все равно наказали то, что не пожалел этого ягненка, который спрятался под полом его платья и плакал, и он его не пожалел, за это был наказан. Кроме того, самый важный вопрос. Всевышний говорит, унюхал великолепный запах, что это было рех нехо, доброе, так как нахас, для Всевышнего это было удовольствие от этого запаха. Где? Какое удовольствие, если мы столько говорим о любви к животным? И мы возвращаемся к нашему вопросу. Как любовь к животным, которая заложена в базисе иудаизма, сочетается с жертвоприношением? Почему мы кушаем и объяснили? То, что объясняет Равосельбааба, жертвоприношение, они направлены на то, чтобы подавить нас агрессию? Ну, хочешь подавить агрессию? Дави, в чем виноват бычок и курочка? И мы попытаемся с вами дать несколько ответов на этот вопрос. Первый ответ, который я хочу перевести, приводит Рамбам. Рамбам в суще своей рациональности, за что как раз Равосельбааба, Казай Креслес и многие другие его очень сильно ругали. Я понимаю, что здесь много букв, но попытаюсь быстро по чести перевести. Рамбам говорит очень странную вещь по поводу подношений. В книге Мурен и Рухим, напоминаю, что это ключевая книжка, нейростатистическая книга еврейской философии. Некоторые общины ее вообще запрещают держать. Рабинахман спросил, конечно, книжку вообще не лежать дома. Но Рамбаму мы доверяем. Он знал, что писал. Но сейчас вы услышите, что он написал в этой книге по поводу, почему настолько запрос, почему посвящена вся книговая икра, и у нас станут волосы дыма. Потому что это, на мой взгляд, абсолютно непонятно, но это обязательно одно из объяснений, которые нужно привести. Итак, что пишет Рамбам? Посмотрите, 14-й отрывок. Я понимаю, что перевода ни на русский, ни на английский у вас нет, но, как я говорил, если вы смотрите на английские буквы, это вас лучше, чем маски, перчатки и санитайзер защищают от коронавируса. Итак, я прочитаю и переведу. И точно так же Всевышний дает нам поведение, в смысле, что он нас понимает и поэтому дает нам такие заплаты. Например, Многие вещи в нашей Торе пришли из-за того, что Всевышний с пониманием относится к человеческому факту. Это то, что невозможно от края до края моментально измениться. Говорит Рамбам, что Всевышний понимает, что Еврея, выходя из Египта, выход, стать свободным человеком, это процесс. Потому что наше порабощение в Египте было не в первую очередь физическим, а моральным, как и сегодня, нашим социальным, идеологическим порабощением, как мы до сих пор еще, многие из нас не могут, включая нас с вами, кто слушает, надеюсь, эту лекцию, не до всегда могут выйти еще из нашего Египта и Советского Союза. Это невозможно сделать. Бамс и все. Да, вот и решил соблюдать второй западный, стал писатым в доску. Нет. Это процесс сначала один, потом другой. Говорит Рамбам, Всевышний это понимает. Невозможно от края до края моментально измениться. Вдруг. Был за Иев Шарли Питеба Адам. И это природа человека. Что он оставит вдруг все, к чему он привык, перечеркнет и выбросит в мусор. Если я привык в Новый год собираться на Новый год под елочкой, я все равно, я гарантирую, многие из нас с вами, кто читает, кто слышит эту лекцию, хотя я честно скажу, уже многие годы это не делаю, на Новый год все равно собираемся. А находимся в куче оправданий, потому что это такой вот праздник нерелигиозный и так далее. Не буду сдавать сейчас всю полемику, но так сложилось, что мы не можем моментально измениться и не собираться в Новый год. Говорит Рамбам, Бог это понимает. И поэтому. И была общепринятая традиция во всем мире, общечеловеческая традиция. Как к ней привыкли и на этом евреи, которые вышли из Египта выросли, приносить различных животных в их идолопоклонческих храмах. Наш там установили каких-то там истуканов, и туда приносили жертвы. Люди к этому привыкли, это была общечеловеческая культура. Мы так себя вели, так нас вырастили, так нас воспитали. Поэтому не думайте, что Всевышний дает нам заповеди, чтобы мы забыли о всем нашем воспитании. Нет, наше свое воспитание нужно использовать. Всевышний понимает, что мы сразу справиться не можем. И поэтому, из-за того, что в то время, 3300 с копейками лет назад, общечеловеческая культура заключалась в том, что люди, когда хотели обратиться к Богу, приносили жертву, поблагодарить Богу, приносили жертву. Это была чистая идолопоклонческая традиция. Лого, зра, хохмато и двора в своей мудрости Всевышний В своей мудрости и понимании он не заповедовал нам, что мы прекратили вообще что-либо похожее на идолопоклонцева. И полностью от него отойти и искоренить это из себя. Тогда никто бы из нас вторую не захотел бы получить. В сердце мы ему сказали, кому это нужно. Вот мы так привыкли, так нас воспитали. Сколько мы слышим, когда мы предлагаем людям выполнить тору и завтрак, а я так не буду делать, меня так не воспитывали. Да, мы должны учитывать то, как нас воспитали. Говорит нам, вам это учитывает Всевышний. Кефитэва адаму нутетам митламургат. Это природа человека, нормальная психология. Всегда склоняться к тому, к чему ты привык. Ты привык делать так-то? Ты привык собираться на Новый год? Ты привык, что ты там пьешь кофе с молоком и шоколадкой каждое утро. Менять не надо. Точно так же он говорит о том, что если привыкли приносить подношения, пусть продолжают приносить. Он говорит, он оставил нам то служение, к которому мы привыкли раньше, которое раньше было направлено в негативное русло, направить на него, на Всевышнего Благословен Он. То есть, что говорит Ромбал? Что все эти жертвоприношения, это был вообще культурный момент, такой этнический, нет, неправильно культура, именно антропологический момент, что Всевышний понимал, что люди, которые вышли из Египта, они привыкли так нас воспитали, что елочка на Новый год, демонстрация на 7 ноября, или жертвоприношение в храмах, к этому привыкли. Хочешь поговорить с Богом? Зарезал животное. Хочешь сказать спасибо Всевышнему? Зарезал животное. Говорят, ладно, пусть то же самое они делают, как их воспитали, только теперь в хорошем русском. Собираетесь на Новый год? Устройте фарбрегинг, скажите слова Торы. Я не хочу ходить в сторону Нового года, я понимаю, что это полезная тема, Новый год уже, слава Богу, прошел, даже 23 февраля и 8 марта, поэтому давайте все-таки готовиться к пейсику. Но для меня лично немножко странно это объяснение Рамбаба, потому что что он говорит? Что он говорит? Он говорит о том, что из-за того, что люди антропологически так привыкли, так были воспитаны, поэтому Всевышний оставил. Дамы и господа, кто-то из вас сейчас может себе представить, что мы сейчас с вами, даже во время коронавируса, не выходя из дома, зайдем к себе на балкон или на Бекьяр, возьмем живого быка, зарежем, побрызгаем кровью, зажарим его, построим жертвы со всеми там углами и так далее, его зарежем, культура изменилась, мир изменился. А заповеди должны оставаться универсальными. Зачем тогда мы до сих пор читаем все эти заповеди? Зачем? Как они релевантны к нам? Если Рамбаб объясняет, что это просто культурно-антропологический момент. Поэтому для меня немножко странное объяснение Рамбама, и я надеюсь, что вы со мной понимаете, со мной согласны, учитывая то, что если Рамбам говорит, что это не суть вообще в жертвоприношениях и, главное, куда они направились. Странно тогда, что говорят наши мудрецы о важности подношения. Я могу привести бесконечное количество примеров из Талмуда, которые говорят о важности того, даже самого бедного человека, который приносит там двух голубей в жертву, как серьезно к этому относятся, как это все служение происходило и как это было направлено на то, чтобы возбудить дух, желание всевышнего, желание близости со Всевышним. И я приведу только один пример, то, что рассказывается в Геморе Сука, когда говорится о празднике Сука, что приносили Сука, это было бы вообще реки крови, как я уже говорил. Но что там говорится? В праздник Сука приносили 70 быков. В последний день праздника Сука, потому что не праздник, это уже шмини, а церест, на восьмой день приносили всего одного бычка. Посмотрите, что Гемора, почему так происходило. Говорит, 15-й отрывок, Бавилонский Талмуд, раздел Сука. Амара Белеза, скара Белеза. Ины шибим парим кенегет ми. Почему приносили 70 быков в Сука. Кенегет шибит умод. Это заслугу 70 народов, да, 70 этносов, которые существуют в мире. Мы о них тоже заботимся. Для них делаем это благодарение Всевышнего в праздник Сука. 70 штук приносили в праздник Сука. Пара ехиди, а один бык, которого приносили уже в шмини, а церест. Лама, зачем? Кенегет ума ехида. В честь одной нации, естественно, нас с вами. Машаль, объясняет Рабилеза в Геморе, что это пример, это аллегория. Какая аллегория? Мелых ламелых басар бадам. Понять это можно аллегории простого человеческого царя. Чаамар лавада, который сказал своим слугам. Как царь, который сказал, у него было много подданных. И всем он сказал, делайте мне большую трапезу до конца праздника. 70 быков. А самому любимому своему подданному он сказал, давай посидим в конце на дорожку, выпьем чашечку кофе, не нужно мне все, 70 быков. Одного быка достаточно, выпьем немножко хорошего виски на дорожку. Да? Я понимаю, что я привожу немножко смешное объяснение, но действительно это то, что говорит Геморр, что последний день Шмини Ацерес, когда приносили всего одного быка, в отличие от цифона, когда приносили 70, это наше с нами личное, когда хозяин, когда Всевышний хочет с нами провести немножко время тет-а-тет перед тем, как мы возвращаемся к будням и возвращаемся домой. Один маленький бычок на дорожку. Тогда у меня вопрос, если вам говорить, что все это было придумано как культурный этнографический, антропологический момент, потому что так воспитали, зачем потом воспевать так эти подношения, чтобы подношения в праздник Шмини Ацерес, это наше личное тет-а-тет с Богом. Что не может быть какого-то другого личного тет-а-тет с Богом? Зачем нам нужна вот эта вот кровь, мясо, огонь и так далее, когда мы говорили уже неоднократно, возвращаясь к нашему вопросу о том, что мы должны так бережно относиться к животным и оставляться вопрос, какое Всевышний мутошку сетом? Почему он говорит, что это прекрасный запах, о котором мы говорим неоднократно, потому что это прекрасный, добрый запах для Всевышнего, и зачем ему этот последний бычок на дорожку Шмини Ацерес наших личных тет-а-тет. Давайте вернемся к Рамбаму, немножко его оправдаем, хотя он не нуждается в нашем оправдании. Рамбам, опять же, присущий своей рационализации, он говорит, что это шоу, что должно, храм работал по принципу визуализации. Человек, который приходил, он должен был понять, что вот оно видно, вот оно визуально, вот это понятно, как это происходит, должна быть визуализация. Мы когда-то с вами обсуждали этот вопрос, когда говорили о вопросах этики, то есть еврейской эстетики, зачем все эти красивые одежды и так далее. Всевышнему это не нужно, говорит Рамбаму, потому что это Всевышнему. Это нужно для нас с вами. Говорит он по поводу одежды первосвященника, очень странную вещь, посмотрите, опять же, в 3-м разделе, это уже в другой главе, 16-й отрывок. И поэтому для возвышения дома, храма, он поднял и уважение служащих в нем. Поэтому он превознес коинов и левитов, и коинам делали особую одежду именно для уважения, для почета и для прекрасного, для того чтобы это произносило красивое эстетическое впечатление. И даже здесь запрет Рамбам, это дальше в Мишне Тора приводит уже как законодательство, что если коин был ущербным, у него были какие-то там физические изъяны, он не мог служить в храме. Не просто то, что там ноги нету, не дай Бог, или он горбатый. Но он говорит, что даже если коины были уродливые, но при этом без каких-либо физических изъянов, их не допускали для служения храма, и это объясняется в другом месте, где объясняется этот запах. Потому что, говорит Рамбам, человека не воспринимают по уму, человека воспринимают по одежке. Человека воспринимают по его внешнему виду. Элэ бешли мутэ варабы, я пел в годах именно то, как он красиво выглядит, какие у него широкие плечи или мускулы, и красивая и чистая, дай Бог хотя бы чистая одежда. И цель того, чтобы сделали эту красивую одежду священников, чтобы каждый заходил и говорит, вау, это, как это красиво. Или как мы говорим, божественно. Это божественно. Но это вопрос действительно эстетики. Но как это относится к жертвоприношению? Дело в том, что здесь, по крайней мере, мне кажется, в этом есть первое объяснение того, зачем нам даны эти подношения, логические подношения, действительно ради визуализации. Я не буду приводить, если вы посмотрите в 17-м отрывок, это длинный отрывок из Сефера Хинук, который, если Сефера Хинук распевают по заповедям, по недельным главам, то это относится к главе Трума, где говорится о подношениях. Я скажу своими словами, что здесь написано, что вся цель одного из подношений, которое было, подношение грехоочистительного подношения, которое описывается четыре его вида в нашей главе, было в том, чтобы человек увидел, вот, это животное режет вместо меня, и он так от этого впечатлится, что больше грешить не будет. Зачем мы делаем копород? Чтобы увидеть, как эта курочка страдает и поняли, что это мы говорим, это вместо нас. Это должна быть визуализация и больше не будет грешить. Сефера Хинук приводит другое объяснение, что животное и человек, как мы говорили раньше, они похожи друг на друга, и человек увидит, как ему перерезают горло, а не перерезают горло. И тогда он впечатлится и не будет больше грешить. Другими словами, объяснение, зачем нам нужны эти подношения, это в том, что нам нужна визуализация. Человек так устроен. Нужна, чтобы в синагоге было красиво. Нам нужно, всем нам нужно, что евреи хорошо выглядели и красиво одевали, чтобы не было сказано, ой, эти все писаты такие зашмыганные. Нет. Эта заповедь истории хорошо выглядит евреям, не только коинов, потому что написано весь еврейский народ. Это народ коинов, священников, святой народ. Поэтому мы должны выглядеть красиво. Но отсюда мы учим, что жертвоприношение нужно только для той же визуализации, для того, чтобы у нас было впечатление, вау, я так больше делать не буду. Но то же самое относится, на самом деле, к поеданию мяса. Зачем человеку кушать мясо? Если мы кушали выполнение заповедей, то одно. И мы сейчас об этом поговорим. Но все наверняка знают старую историю про Большентова, когда Большентов хотел что-то показать своим ученикам. Он там показывал какие-то видения. И вдруг они увидели шаббат человека, не человека, а быка, который сидит за столом в сюртуке, в штрайме. И у него прямо слюна брызжет изо рта. Они говорят, что это такое? Кто это? Это бык? Это человек? Он говорит, нет, это хороший, богобоязненный еврей. Но он так увлекся тем, что он кушает эту говядину, что он сам стал быком, потому что то, что мы кушаем, становится частью нас. И то, что мы кушаем животным, мы становимся этим животным. Именно поэтому Марсапрахину говорит о жертвоприношении в подношении хатат, грехочистительном жертвоприношении. Почему? Потому что тот же сам Рамбам говорит, жирбаческий рыба это объясняет. То, что грехочистительным подношением мы делаем из-за ошибки, которые мы делаем, случайного нарушения заповедей, это случайно ничего не бывает. Да? Что значит случайно? Случайно человек забыл, что такое шаббат. Как он мог забыть случайно, что такое шаббат? Это значит, что он бухал весь четверг ночью, напился, наелся, уснул, проснулся, думал, что сейчас пятница утром и уже шаббат утром, и он забыл, что шаббат. Это значит, что он вел себя как животное, когда он пришел к тому состоянию, что он мог забыть. И богобоязненный человек случайно ничего не нарушает. Именно поэтому, говорит Сапрахину, нам нужна визуализация. Или другими словами, есть тоже известная история, как одни хасиды сидели на фарбрейгинге, пили, 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 закуска закончилась, пили, нет-нет никого, кроме Бога одного, Энуд Милбады, Бог только один и так далее. Но фарбрейгинг продолжается, закуски нету, пьяные выходят коровы, там одна несчастная точка корова у хозяина дома, они быстрый дом, быстренько ее зарезали, пожарили, съели, уснули, вырубились, до утра спят. Жена хозяина дома этого хасида выходит потаить корову утром кофе с молоком, капучино, а коровы нету. Она к мужу, где корова? Она говорит, корова есть. Только раньше корова говорила «му», а теперь корова говорит «нет-нет, никого, кроме Бога одного». Другими словами, то, что мы им едим, становится частью нас. И поэтому нужно быть очень осторожным о том, как мы кушаем. Но вот здесь мы приходим к самому важному моменту. То, что объясняет Руси Алба, то, что объясняет Руси Алба, визуализация, да, но остается вопрос. Ты считаешь, что ты согрешил? В чем виновата птичка? Почему ее нужно резать за твой грех? Почему она должна тебе визуализировать? Тем более, сегодня можно в виртуальной реальности, как мы сегодня с вами занимаемся, визуализировать все, что угодно. Зачем убивать за это несчастное животное? И здесь, на самом деле, мне кажется, заключается самое важное объяснение. Что такое жертвоприношение? Почему мы кушаем мясо? Или почему мы должны или не должны быть вегетарианцами? И что такое быть вегетарианцами, быть мясоедом? Первый, обращая на это внимание, луншица Клиакар, мы сегодня прямо путешествуем в Богемию туда и обратно, в Прагу, главный раввин Праги, который жил до Нодаба и Иуда, говорит он следующую речь. Я прочту и переведу, потому что просто, как обычно, он дает потрясающий комментарий. Посмотрите, восемнадцатый отрывок, я прочту и переведу. Коль невра низон мимаши тахта. Каждое творение получает пропитание от того, что находится на уровне ниже в творении. Ацумех низон минадумим. Растительный мир получает свое пропитание от мертвой природы. Кинни Катомин Арт, это как он растет из земли. Баальхай, животное низон минадуме. Оно получает свое пропитание от растительного мира, которое в свою очередь получает от мертвой природы. Баадам минадапер низон ми баалайхаим. А человек, говорящий, он кушает животных. Говорит, давайте поймем, Всевышний сотворил этот мир. Это не четыре уровня творения, а это определенная ступень в поднятие ко Всевышнему. Мертвый мир, растительный мир, животный мир и человек. И каждый основывается, стоит на плечах у другого, для того, чтобы поднять предыдущий на более высокий уровень. Есть опять же история по Большенту, которую я наверняка рассказывал, как Большенту обычно очень долго молился Мусор. И как-то он молился, его ученики уже закончили молиться, и всегда стояли его ждали, чтобы с раба сделать кит. Но один раз они сказали, что он будет оставить Большенту. Пока он будет ждать Большенту с кит. и сядет на Форбрейкин. Пока он молится, мы уже сможем взбегать домой, сделать кит. Душ своим семьями вернуться и посидеть уже сделать кит, И abuse Душ Большенту и посмотреть на Форбрейкин. Так они один раз Большенту молился, молился, молился. Они повернулись, ушли. Повернулись. Большенту бы нету, хотя вернулись в то же самое время, когда Большенту обычно заканчивают молиться. Когда они сядет «Большенту боже, вы где», persuadeibadibond died. Большенту sagen, понимаете, это как лестница. Я, когда молюсь ко всевышнему, представьте, птичка, которая высоко-высоко на дереве, и хотите ее достать, один человек подходит, другой человек подходит, потом друг на друга становится, получается такая лестница, и самый верхний достает эту птичку. Если третий или четвертый или пятый в этой лестнице решит, что ему нужно сходить в туалет, то развалится вся лестница. Когда я молился, вы стояли у меня за спиной, вы были моей лестницей Якова, по которой я поднимался на небесах. Когда вы ушли, я больше не мог. Точно так же и это наше творение. Мертвая природа, растительный мир, животный мир и человек. Это не значит, что это лучше или лучше. Какая причина, почему пета или вегетарианцы выступают против того, чтобы кушать мясо? Если ты считаешь, что это жестокость, тогда флаг тебе в руки, не кушай животное, не кушай мясо. Но почему ты тогда не считаешь, что жестокость бычку кушать травку? Ведь точно так же, как ты считаешь, что мы не должны пренебрегать животными, поэтому их кушать. У него есть душа и так далее. Мы не должны их есть, но животное это кушает травку. Животное кушает то, что стоит за ним. Давайте тогда вы доходы до конца. Запретим крокодилам. Нет, крокодилы тут ни при чем. Они хищные, мы об этом уже говорили. А запретим коровам щипать травку. Запретим травку питаться минералами, которые из земли. Это абсурд. Если ты, когда кушаешь бычка, ты становишься как бык и не можешь поднять этого быка с собой вместе на уровень человека, тогда сиди тихо и не кушай мясо. Но вся идея того, что ты кушаешь мясо, ты берешь всю эту иерархию творения. От водички, которую пьет травка, до бычка, который кушает эту травку. И ты, который кушаешь этого бычка, не просто чтобы нажраться, а чтобы кушать его ради соблюдения шабата. Это что-то на процессе сил, для поддержания здоровья, для того, чтобы эту энергию использовать для выполнения тора и запрет, для течения тора, для того, чтобы в конце слов сказать благословение, благодарность Всевышнего, то тогда ты выстраиваешь всю иерархию. А если ты кушаешь, жрешь как животное, то тогда становись вегетарианцем. И это нас возвращает на самом деле на самое начало творения, на то, как этот мир в принципе устроен. Для того, чтобы объяснить, давайте объясним всю систему этой иерархии, объясняет это Рэббер Ашаб, пять любая честных книг, и Рэббер потрясающей своей книги Кунтер Сумайен, которую обязательно нужно как-то вместе получить. Она находится в цитате, это в девятнадцатом отрывке, я прочту и переведу. Коль давар бы улам не брал и цорок язык тахли. Он спрашивает, зачем сотворен мир? Зачем мы здесь живем? Он говорит, что все в мире сотворено для какой-то цели. Витахли ты кшелелемала мемадригат ацмо. Цель всей жизни подняться выше, чем ты стоишь сейчас. Переспрыгнуть через себя. Тахли татсумея, цель растительной природы, ученик и лальбэхай, когда он становится частью животного мира. Витахли тахай, ученик лальбэмидабэр. А цель животного мира, когда он становится частью говорящих. Витахли тамидабэр, а часть говорящего, укашэрухо, улэлэммалам, нихлэмматрикадам, ханитлэммаламимэна. Это когда человек поднимается духовно выше, чем он сейчас находится. Не кушает мясо просто ради еды мяса, а кушает и говорит благословение. Говорит свящему спасибо. Кушает это ради святого шаббата. Кушает это, чтобы получить довольствие. Да, от жизни, но в шаббат, а не просто потому, что хочется пожать мясо и впиться в него своими зубами. Помните, что было все время с этими перепелами, которые хотели впиться зубами, так что у них из-за лужушей уже эти перепела лезли. И в этом цель человека. Все творение поднять на собой на более высокий уровень. Как в изучении Торы. Ты поел, и тогда у тебя есть силы для того, чтобы углубиться, соперноточиться над изучением Торы. И если для этого тебе нужно поддержание физических сил мяса, кушай мясо, но если ты ешь мясо, как животное, тогда становись вегетарианцем, потому что тогда бесполезно вода питала травку, травка питала в века, а бык питал тебя. Тогда нужно быть вегетарианцем. Раэммикьяхэ, тэнхухмато, тогда, когда ты используешь все это мироздание для служения Всевышнему, ты водичку и минералы поднимаешь ко Всевышнему, травку поднимаешь ко Всевышнему, животное поднимаешь ко Всевышнему за счет того, что ты сам благодаря этому питанию поднимаешься ко Всевышнему. Другими словами, если ты хочешь кушать мясо, неси ответственность за животное не только живое, а за всю иерархию творения, потому что они все кушают друг друга для тебя. Если ты не можешь нести за них ответственность, тогда будешь вегетарианцем. Именно об этом самая вегетарианская фраза, которая вообще есть в истории, говорит именно Вавилонский Талмуд. Посмотрите, 20-й отрывок говорит, не образованный человек, человек, у которого нету восприятия духовных величин. Амарец, человек, который не изучал Тору, не имеет права кушать мясо. Потому что мясо можно кушать, только понимая, что ты делаешь для изучения Торы. А теперь вспомнишь, что говорит вегетарианцем, что мужчина может понять слова Торы только если у него есть ароматное вино, сочное мясо, ну и, конечно же, красивая женщина. Нет, мы никуда не женщин не поднимаем, они поднимаются гораздо выше, чем мы, как мы говорили с вами на предыдущей лекции. Но что здесь говорит Гемора? Что человек, который не понимает, что он делает, а просто ням-ням-ням-ням кушает, да, золель-весове, как говорят о непослушном сфере, занимается просто обжорством, он не имеет права кушать мясо. Такой человек, духовно неразвитый человек, должен быть вегетарианцем. Если ты духовно развитый и считаешь, что я настолько духовный, что я мясо кушать не буду, ты недостаточно на духовной разнице. Ты простой эгоист, потому что, если ты такой духовно развитый, что можешь поднять животное ко Всевышнему, чего оно и хочет, приблизиться ко Всевышнему, как это было в райском саде, откуда все животные были выгнаны из-за нас с вами, то тогда ты просто эгоист и этого не делаешь. А если ты не можешь это делать, тогда будь вегетарианцем. Но, понимаешь, используй этот мир, поднимай его ко Всевышнему. Объясняет Алта Ребе, книги Ликутей Тура, 21-й отрывок, эти слова из Талмуда в голове Бавалатха, почему? Потому что простолюдин, человек, который не образованный, не изучает Тур, он не может поднять это мясо, а за ним и растительный мир, и мертвую природу к Всевышнему. А теперь давайте действительно вернемся к самому началу мироздания. Потому что первое подношение, которое у нас было, которое упоминается в Туре, я надеюсь, что вы на это обратили внимание, это было не подношение ноха. Первое подношение было гораздо раньше. Конечно же, вы догадались, это подношение, которое было с Каином и Аблем. И вы помните, как это закончилось. Мы когда-то с вами это обсуждали, я думаю, что здесь очень уместно это подчеркнуть. Еще раз посмотрите, 22-й отрывок. Когда закончилась там вся эта история, выгнали нас из Ганейдена, принес Каин подношение из плодов земли Всевышнего. Да, помните, в Эбель, четвертое предложение в 22-м отрывке. Эбель принес первенцев своего стада и Всевышний принял подношение Эбеля и не принял подношение Каина. Как это все заканчивается? В Эбель, Каин очень разозлился и погиб лицом. Дальше вы помните, что Каин убивает Эбель. Теперь, если вы посмотрите 23-й отрывок, у нас же нет много на это времени, поэтому я скажу словами, но это потрясающий Рамбан, Нахманит, который объясняет всю эту историю совершенно с другой перспективы, которая теперь нам становится абсолютно понятна. Что говорит Рамбан? Если вы хотите, потом почитайте на досуге. Рамбан в книге Береши, 4-й перекс, 3-го по 5-го предложения, это один целый комментарий, разбитый на несколько предложений, потрясающее объяснение. Что говорит Рамбан? Что нам сказали, когда он Всевышний нас отворил? О том, что человек точно так же, как и животное, будет кушать плоды земли и деревьев. Какой вывод делает Каин? Каин делает вывод, что животное и человек это одно и то же. Не только Каин делает этот вывод. Коэлэ, что Шлома Амэлэ потом говорит Вейтэл, Адам и на Бейма Айн, что преимущественно человека, над животным не существуем. Как тот приходит из праха и в прах возвращается, так и мы приходим из праха и в прах возвращаемся. Каин считает, что человек и животное стоят на одном уровне. И поэтому он говорит, что точно так же, как нельзя убивать человека, нельзя убивать животное, для него это одно и то же. И поэтому он приносит плоды земли. Естественно, Рамбан говорит, что его бы тоже предношения приняли, просто он должен был принести более избранный, более высокий уровень это плоды деревьев, а он приносит плоды земли. И его плоды, его подношения принимаются. А Амэлэ принимается, что какой делает, какой выбор делает Каин. Если, оказывается, можно подносить животных к жертву, говорит Рамбан, то и подношения Амэлэ приняли, потому что оно было из первенцев, из лучших плодов, из лучших животных, то и я принесу самое лучшее всевышнему. И так как можно приносить животных, а человек и животное это одно и то же, говорит Рамбан, кого приносит Каин, самое лучшее животное, ты животное лучше многих из нас, как говорит Гребенщиков, и это его брат. И поэтому все, что он делает с Эмэлем, он просто приносит его в жертву, не понимая, что животное и человек не то чтобы стоят на разном уровне, а это часть одной лестницы, одной лестницы ко Всевышнему. И если ты считаешь, что человек и животное стоят на одном уровне, то в конце концов, и мы возвращаемся ко всему, что мы говорили до этого, это приведет по той или иной причине, но приведет к жестокости. Или ты принесешь жертву своего брата, который кушает мясо, и ты считаешь, что он неправ, или ты принесешь своего брата в жертву без большой любви к нему, но так или иначе, Рамбан остается прав, ты не подавляешь в себе агрессию. Мясо нас в нас его подавляет. Но теперь мы вернемся к жертвоприношению. С вегетарианством мы разобрались. Жертвоприношение, мы не все их даже кушаем, жертвоприношение это была квинтэссенция, направление всего мироздания ко Всевышнему. И мертвой природы, и растительного мира, и животного мира, и человек. Не только потому, что человек там приносил благодарственную жертву, и потом и коины ее ели, и он ее ел, гораздо больше. Вся идея подношения, при том, что это да, и визуализировалось, и это не противоречит тому, что говорит Рамбан, была в том, чтобы объединить в себе все четыре аспекта мироздания. Об этом пишет любви к скире, посмотрите, последний, 24-й отрывок, в одном из фарбрейгенов говорит Рэбе, вся идея подношения это подношение всех своих сил и всех своих ощущений. Дамай икры корбан. Почему называется корбан? Почему называется им словом корбан? То, с чего мы с вами начали? Это приближение от слова кирва, сближение. Альшем шемикарев, потому что он нас приближает всемущенному. Не потому, что мы там хотим самого лучшего бычка зарезать, и нам его не жалко, не поэтому. что это подношение на жертвенники приближает ко всему, поднимает ко всемущенному все четыре аспекта мироздания. мертвую природу, растительный мир, животный мир и человека. Каким образом? На жертвеннике всегда было несколько вещей. Сама по себе подношение, это обязательно была крупа, которую туда клали, солет, по-моему, ячмень, если не ошибаюсь, на русском. Может быть, я ошибаюсь, поправьте меня. Вы клали обязательно определенную меру солета, этой крупы, и животные, которые подношились. Смотрите, у вас есть растительное и животное. Навсегда на жертвеннике была соль. И соль представляет собой мертвую природу. Аговорящий человек это человек, который это жертвеннике приносит. Хайну, акуэна, макрип, это тькоин, который режет какие-то отношения. И эти детали распространяются на весь ибридский народ. Левиим Бетуханам и левиты, которые там стояли и пели. В Исраиле Бетуханам это было действительно огромное действие, которое задействовало специально все четыре аспекта мироздания. Соль, мертвую природу, крупа, растительный мир, животного, коэна, левитов, которые пели, человек, который присутствовал, при этом были евреи, которые всегда присутствовали при ежедневном отношении. Оно нас все объединяло и подымало и подымало ко Всевышнему. И именно поэтому, дамы и господа, есть традиция, что когда вы кушаете за столом, особенности в Шаббат, на столе обязательно должна стоять соль, потому что особенно в субботнем праздничном столе, когда мы берем, делаем салатик из животного, из растительного мира, для чего? Для того, чтобы получать удовольствие от жизни в Шаббат, ради поднятия только Всевышнего тела, кушаем курочку, чем-то и так далее, которая кушала этот салатик до того в живом виде, а теперь мы его кушаем, обязательно ставим соль и тем самым говорим слова Торы за субботним столом, как на жертвеннике мы все это поднимаем ко Всевышнему. Так только тогда, когда мы имеем право не быть вегетарианцами, когда мы кушаем мясо ради того, чтобы поднять его во Всевышнему, а когда мы просто жрем, извините за выражение, мясо, тогда лучше быть вегетарианцами, потому что мы превращаемся в этого быка, Штраймеля. Поэтому, дамы и господа, учите Тор, это облагораживает наше сознание. Не обязательно быть вегетарианцами, когда вы учите Тор, потому что тогда вы можете взять весь этот мир, мертвый мир, растительный мир, животный мир и человека, нас с вами и поднять к Всевышнему. Необходимо эта лестница, целая лестница из нас с вами, чтобы подняться ко Всевышнему. И дай Бог, чтобы мы так же визуально это с вами ощущали, в ближайшее время храм был отстроен, и мы с вами с Божьей помощью уже пасхальное подношение в этом году приносили в Иерусалим. Спасибо большое. Я выключу вещание на на Абада Тор. Спасибо. Меня тут спрашивали, я служил в ЦАЛе. Если этот человек смотрит, что-то видит, да, я служил в разведке Центрального управления в Израильской армии. Если вы считаете, что таким образом мы подавляем агрессию, флаг вам группы, служите в Израиле, ваш покорный слуга там служит вам. Спасибо вам за вопрос. Я отвечаю на Абада Тор. Всем спасибо, кто смотрел и слушал. Всем шаббат шалом, а те, кто на конференции ЗУМ, с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Я включу. Я всех аньют. Давайте в первую очередь, раз мы уже вышли из Уфира, скажем Лехаим. 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 Вы говорите Лехаим. Я хочу передать привет от Малки Ароновой. Она звонила сегодня. Все, кто знает. Она тоже мне звонила. Она звонила, просила привет сообщать, кому не звонит. Да. Лена. Лехаим. Редактор субтитров. Лехаим. Спасибо.